Альманах словесности в этом году познакомит любителей литературы с произведениями более чем ста авторов, среди которых шестеро тамбовчан. В сборник вошли произведения прозы и поэзии на самую разную тематику, в том числе посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В руках Андрея Хазиева та самая словесность, специально для регионального отделения. Три таких книги заказали из Москвы. Две из них в Дар областной Пушкинской библиотеке, где и провели презентацию. В этом году в сборнике напечатали отрывок из книги писателя «Тамбовские ротоборцы», посвященный нашему земляку, герою войны 1812 года Павлу Васильевичу Потулову. Словесность – это один из крупнейших альманахов нашей страны. Он пользуется и за рубежом известностью. Кстати, некоторые авторы тоже из-за рубежа здесь представлены в этом альманахе. И мы сегодня его презентуем, потому что и дарим нашей библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина. Потому что это действительно кладезь определенной и литературы, и литературоведческих произведений, короведческих. Он будет полезен для многих читателей и исследователей. В сборнике более 300 страниц. В него вошли рассказы, эссе и стихи. Более чем 100 авторов со всей страны. От Москвы до Братска и Усть-Кута. Попасть на его страницы – большая удача для каждого писателя или поэта. У «Тамбовчанки» Галины Прососердовой в сборник вошли два стихотворения на духовную тематику. Для нее это значимое событие. В московской писательской организации сказали такую замечательную фразу Юрия Богданова. Я до сих пор ее помню. Мы пишем для вечности. И, наверное, я стараюсь очень серьезно отбирать стихи и прозу, которые я туда выпускаю. С 2007 года такие альманахи в нашей стране выходят постоянно. Авторам они предоставляют прекрасную площадку, чтобы громко заявить о себе. А читателям дают возможность познакомиться с новыми дарованиями. И будто напоминают – современная русская литература жива и развивается. А если учесть, что сборник считают одним из самых серьезных и за рубежом, у наших поэтов и писателей есть шанс прославиться далеко за пределами России. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Александр Щеднов. Область новостей. Это все.